В Бишкеке стартовал основной день заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимает участие президент Казахстана Касымжумар Тукаев. В резиденции Алла Арча гостей встретил глава Кыргызстана Сауранбай Жейнбеков. После совместного фотографирования участники прошли на заседание в узком составе. Его основная часть была за закрытыми дверями. Открывая заседание, президент Кыргызской республики поздравил главу Казахстана Касымжумар Тукаева с победой на выборах, подчеркнув, что работа по укреплению двустороннего сотрудничества будет продолжена. В эти дни столица Кыргызстана принимает глав государства и правительство 11 стран мира. Впервые в заседании участвуют новые члены организации Индия и Пакистан. Использовать экономические потенциалы ШОС призвал президент Казахстана Касымжумар Тукаев во время расширенного заседания организации в Бишкеке. Глава государства отметил, этому будет способствовать формирование в восьмистороннем формате евразийского финансово-конституционного механизма. Президент выразил уверенность, что на развитие экономик стран-участник ШОС повлияет Международный финансовый центр «Астана». В рамках 19-го заседания между секретариатом ШОС и МФЦА будет подписан меморандум о сотрудничестве. Глава государства также остановился на вопросах инновационного развития и обеспечения безопасности в регионе. Также Касымжумар Тукаев обратил внимание участников на проблему изменения климата, назвав ее одним из самых злободневных современных вызовов. Принимаемые сегодня решения и подписываемые документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами. Шанхайская организация сотрудничества, по моему убеждению, является одним из самых эффективных авторитетных международных объединений. Будучи молодой организацией, она достигла заметных успехов в своем развитии и тем самым привлекла к себе внимание всего международного сообщества. Нам следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС. Например, предстоит реализовать план действий на 2018-2022 годы в рамках стратегического для ШОС договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам саммита руководители государств подпишут декларацию и совместное информационное сообщение, а также несколько соглашений о сотрудничестве. Глава государства Касымшу Мартукаев подписал указ о назначении председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Этот пост займет Анар Жаилганова. Антикоррупционную службу страны возглавит Алик Штыкбай. Инициатива президента Казахстана о создании Национального совета общественного доверия значимая и необходимая. По мнению экспертов, для людей очень важно быть услышанными. Говорить о своих насущных проблемах народ сможет на площадке Национального совета. Новый институт позволит сформировать конструктивный диалог и наладить взаимоотношения между государством и обществом. И такие площадки, они помогут с геометрической прогрессией решать все те насущные проблемы, которые касаются населения. Все, что касается прав людей, их нужд или реализации каких-то общественно значимых реформ. Для нас будет очень важно именно членство, то есть, кто войдут, какие именно представители общественности войдут в этот совет. Потому что, на наш взгляд, туда должны войти представители, которые являются экспертами каждого в своем поле. Если, скажем, мы говорим о правовом поле в отношении особенных детей. Или это должны быть представители организаций, занимающихся проблемами многодетных матерей. Общественность ОКТОБИА в инаугурационной речи президента отметила стремление работать над ростом благосостояния народа. А в этой связи большое значение имеет экономическое развитие Казахстана. Прежде всего, речь идет о привлечении инвестиций, реализации новых масштабных проектов, а также поддержке предпринимателей. Положительные отклики получило стремление и дальше поддерживать диалог власти и общественности, а также уделять большое внимание молодежной политике. Мы будем придерживаться принципа меритократии, то есть будем брать самых способных, вне зависимости от их социального, какого-то финансового положения. И то, что молодежь идет в политику и начинает занимать очень важную роль в нашем государстве, это очень радует. Политолог Хайдо Сырема отмечает, что избранный глава государства озвучил вполне конкретные задачи, которые предстоит осуществить правительству и Акимам на местах. Но прежде, добавляет эксперт, обозначенные приоритеты, точнее, планы их реализации следует обсуждать с казахстанцами. И для этого государству необходимо создать новый институт общественного мнения. Не случайно именно поэтому было заявлено за здание Совета по общественному доверию, куда должны войти все национальные организации, крупные политические объединения, которые представляют разные слои населения. Это не должно быть встречей обо всем. Мне кажется, уже достаточно много в стране проговорено. Есть как минимум 2-3 крупных блока, по которым надо сегодня вырабатывать новые законы и новые концепции законов. О повышении статусов учителей и врачей говорил президент Касымжумар Токаев в своей речи на инаугурации. Справедливая социальная политика предусматривает развитие человеческого капитала. По мнению кандидата педагогических наук, учителя биологии Шимкента Алины Соловьевой, статус повысит не только материальное благосостояние, но в ближайшее время на уровне закона избавит учителей от посторонних поручений, не связанных с их работой. И мне очень нравится, что о педагогах вспомнили, но о врачах тоже не забыли. Все-таки закон о статусе педагога уже обсуждается, и он уже на утверждении в парламенте. Но вот следом должен быть принят закон о статусе врачей. Сохранение преемственности политического курса позволит вывести страну на совершенно новый уровень развития, реализовать важнейшие задачи, а начатые масштабные реформы найдут свое логическое завершение, считают жители Североказахстанской области. По их мнению, это станет залогом стабильности и дальнейшего процветания Казахстана. Мы уверены в том, что в нашей стране сохранится стабильность, мир и согласие, что все долгосрочные программы и международные проекты, инициированные нашим Елбасейном Футаном Абичем Назарбаевым, будут воплощены в жизнь. И вот с этой уверенностью мы будем уверены шагать вперед и строить наше государство. Основными критериями оценки работы Акимов станет создание новых рабочих мест и обеспечение продуктивной занятости населения. Это один из пунктов, на которых акцентировал внимание глава государства Касымжумар Тукаев. Обозначены новые ориентиры развития регионов. В числе приоритетов названы также борьба с коррупцией и справедливая социальная политика. Главными вопросами для наших местных исполнительных органов, регионов остается решение социально-экономических задач. Это, во-первых, поддержка малого и среднего бизнеса, именно части высокотехнологического производства, повышение качества уровня жизни нашего населения. И только так можно решить вопрос, как сильные регионы, сильный Казахстан. Как в Конституции написано, у нас главный капитал – это люди. В этом отношении президент подчеркнул особо обратить внимание на каких направлениях, в том числе социально-экономической стороне аспекта молодежи, а также управление в дальнейшем государством. Какие изменения ждет, в каком направлении надо нам принять активное участие. Внеочередные президентские выборы в Казахстане имеют большое политическое и историческое значение, так считает профессор университета иностранных языков Хангук Сон Йон-Хун. По его словам, Казахстан стала первым государством в Центральной Азии, в котором власть поменялась демократическим и мирным путем. Таким образом, считает профессор, в Нур-Султане показали большой политический пример другим странам региона. И эти выборы стали возможностью для многочисленных политических и экономических изменений в республике. Сон Йон-Хун уверен, что президент Касымжумар Тукаев продолжит стратегическое сотрудничество Казахстана с Южной Кореей. Победа Касымжумар Тукаева основана на его профессиональном опыте. Я знаю его как сильного политика, много лет проработавшего на дипломатической и государственной службе. Два месяца назад, в ходе визита в Нур-Султан, наш президент обсуждал с господином Тукаевым продолжение сотрудничества. Поэтому приход к власти Касымжумар Тукаева дает большие возможности для укрепления стратегического сотрудничества между Казахстаном и Кореей во всех сферах. В инагруационной речи избранного президента Казахстана Касымжумар Тукаева большой акцент сделан на социальное развитие страны и на самореализацию молодежи. Это очень хорошо, потому что именно молодежь будет основой страны через 10-15 лет. Об этом в Брюсселе, поздравляя Казахстан с проведением успешных президентских выборов, заявила евродепутат, глава делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии Эвета Грегуле. Разрешите поздравить жителей Казахстана и страны Казахстана за прекрасные выборы, за выбор очень достойного президента. Разрешите пожелать президенту сил, энергии и удачи во всех сферах его деятельности. Я имею честь его знать, я встречалась и познакомилась с ним еще 7 лет назад, и он оставил на меня очень хорошее впечатление. Я прочитала инагруационную речь, и важно тоже то, что президент отметил значение инвестиций в развитии страны. Должны прийти зарубежные инвестиции, должна развиваться страна, и тогда будет основа реализовать социальные программы. К другим темам. Автопарк Акмолинск область на областной станции скорой помощи пополнился новым транспортом. Ключи от 40 автомобилей врачам и фельдшерам в канун праздника вручили в Кокшитау. Три неотложки останутся в областном центре, остальные распределят по региону. Жителей каждого района будут обслуживать в среднем 2-3 новые кареты скорой помощи. При этом каждая оснащена по самым современным стандартам. Порядка 30 реанимобилей. Добавлю, что в этом году в области на улучшение материально-технической базы больницы поликлиник планируют выделить порядка 2 миллиардов тенге. Основная работа на селе – это своевременный выезд по населенным пунктам, осмотр детей до года, осмотр беременных, вывоз в зимних условиях, когда с дорогами бывают проблемы. И само село находится на трассе Алматы-Екатеринбург. Я думаю, это своевременно, что машину туда выделили для оказания экстренной скорой медицинской помощи. Орошаемое земледелие дошло до глубинок. Фермеры Павлодарской области, оценив возможности самой большой в стране водной артерии – реки Иртыш и открывающиеся перспективы, активно взялись развивать новые для себя сферы сельского хозяйства. На полях одного из самых отдаленных районов области, где уже заработали первые дождевальные машины, побывал Салават-Семербулатулы. Пассивная, прополка, уборка урожая. Дядя Ваня 16 лет трудился в поле. А перед пенсией житель села Тукзак Иртышского района решил сменить профессию и записался на курсы. Раньше был механизатором, сейчас выучился на оператора. Сейчас вот здесь работаю. Вот наша речка Каратун. Запустили двигатели. Качаем воду. Работа есть. Все устраивает. Речка Каратун – это приток или так называемый рукав Иртыша. В опытном хозяйстве Иртышское в прошлом занимались выращиванием яровых обычным способом. А нынче запустили в работу сразу пять поливальной машины. Причем с самой последней модификации. Это сердце нашего рожаемого участка. Он составит, получается, из трех насосов, которые подают 500 кубов воды в час. Один насос. То есть тремя насосами мы можем подать полторы тысячи кубов в час. Вся система автоматизирована. Обслуживает водозабор и поливальные машины всего 10 человек. Тяжелый физический труд исключен. Новые гидравлические дождевальные установки простые в обращении. Они работают на специальном биоразлагающемся топливе. Вот водичка на нас палилась. Которая, попадая в почву, никак не вредит окружающей среде. Заливается топливо вот в такие специальные емкости, а потом расходится по всей системе. В зависимости от вида культуры и погодных условий, то есть запаса влаги, агрономы самостоятельно выбирают режим скорости. Всего их здесь 10 за сутки. Один фрегат может полить до 82,5 гектаров земли. Эти поливальные установки обошлись в 175 миллионов тенге и стали первыми в районе по развитию орошаемого земледелия. Общая площадь таких полей в Иртышске сейчас тысячи гектаров. Но уже в будущем году она увеличится в шесть раз. Наш район всегда славился и славится своим зерновым хозяйством. Но в перспективе, имея под боком, скажем так, русло реки Иртыш, в перспективе у нас и развитие овощного земледелия. То есть картофель, морковь. Общая площадь орошаемых земель в Павлодарской области уже превысила 86,5 тысяч гектаров. Помимо полей, расположенных у Иртыша, активно оно развивается и в степной зоне вдоль канала Мисадпаева. А в машинном парке уже 430 единиц различных дождевальных установок. 78 казахстанских студентов, обучающихся по IT специальностям, пройдут летнюю стажировку в крупнейших компаниях страны. Все они участники последнего этапа программы «Цифровое лето». На протяжении трех месяцев с ними будут работать ведущие специалисты бизнес-структуры. Программа «Цифровое лето» проходит в Казахстане во второй раз. Если в прошлом году организаторы получили около 500 заявок, то нынче в три раза больше. К слову, с этого года за стажировку студентам будут еще и платить, а в дальнейшем помогут с трудоустройством. Ребята получат опыт. Этот опыт поможет им сформировать свое видение по дальнейшей специализации. А нам поможет выбрать будущих наших потенциальных сотрудников. Мы провели уже программу «Цифровое лето 2018». И из 72 стажеров мы приняли на работу 29 человек. Ближайший уикенд в столице Казахстана будет посвящен триатлону. В субботу в Нур-Султане пройдет этап Кубка мира. Участие в нем примут порядка сотни атлетов из 33 стран. На воскресенье запланирован четвертый этап Кубка Казахстана «Темир Адам». Продолжение темы у Ларисы Гречихиной. Нашу страну на грядущем этапе Кубка мира будут представлять два атлета. Семен Пивоваров и Арина Шульгина. Спортсменка пока выступает под нейтральным флагом, но, как заверили в Казахстанской Федерации триатлона, к началу следующего сезона она уже сможет защищать честь республики. На нее возлагают большие надежды. А вот лидер мужской сборной Аян Бесенбаев решил не участвовать в домашнем этапе Кубка мира. По словам генерального секретаря Федерации Максима Крята, Аян тренируется по индивидуальному плану, который постоянно меняет. Изначально он подавал заявку. И тут вот в последний момент он снимается как бы со стартового листа. Причем там ситуация такая, что заявляет Федерация, а сняться со стартового листа имеет право только спортсмен. То есть мы как Федерация уже со стартового листа его не можем снять, они сами лично пишут. И вот мотивирует, наверное, тем, замотивирует, что объясняют точнее, что через неделю чемпионат Азии будет проходить в Корее. Возможно скажут, что туда готовятся. А вот российский атлет, трехкратный участник Олимпийских игр Дмитрий Полянский всегда с большим удовольствием приезжает в Казахстан. В прошлом году он выиграл аналогичный старт. А сейчас шутит, что в первую очередь спросил у организаторов, не изменилась ли трасса. Я достаточно доволен. Мне курс очень понравился. Располагает и к отрыву, и к хорошему сильному плаванию. И беговая дистанция также в вашем замечательном парке очень мне понравилась. Ну, посмотрим. И погодка. Я люблю такую прохладную погоду. Пятнасграссов вроде без дождя в субботу обещают. Это главное. Потому что с дождем, конечно, намного холоднее было бы. За хрупкими плечами японки Аи у Еды порядка 200 стартов по всему миру. Недавно она перенесла травму, успела восстановиться и готова покорить гонку. Ее цель – домашняя Олимпиада. Как по мне, так погода ожидается прохладная. Надеюсь, что мне будет комфортно, потому что люблю плавать в прохладной воде. Что касается бега, то маршрут будет трудный, дорожки будут извилистые, но тем не менее надеюсь, что поднимусь на подиум. Помимо рейтинговых очков, которые разыгрывают на этом старте, спортсмены могут неплохо заработать. Призовой фонд этапа – 60 тысяч долларов для мужчин и женщин, соревнующихся в элите. По 10 получат те, кто занял первые места. Далее сумма идет на уменьшение. Чем ниже место, тем ниже призовые. Выплаты производятся до 10 места. В целом, для того, чтобы провести этап Кубка мира, организаторы тратят порядка 170 тысяч долларов США. В эту сумму входят страховки, перелеты, проживания официальных делегатов. Это то, что требует от нас ITU. Сюда не включена помощь, которую нам Акимат предоставляет. Это скорая, пожарная, перекрытие. Сюда не включены палаточный городок. То есть, вот это веню, которое вы увидите, где транзитная зона, ковры, шатры. Это все тоже надо приобрести. Оно должно быть определенного уровня, которое прописано именно в книжке правил ITU. Организаторы проведения этапа просят столичных автовладельцев с пониманием отнестись к временным неудобствам. Движение транспорта ограничат уже сегодня с 15 до 17 часов на улицах Бауржана Мамушилы, Токпанова, Сарайшик, Мангеликьель, Шалкыма и Шарля де Голя. А в субботу и воскресенье с 5 утра и до обеда на этом же участке. Старт женщин в категории элита запланирован на 8 утра на набережной в районе Триатлон парка. Мужчины начнут гонку в 11. В воскресенье пройдет Казахстанский кубок Темы Радам, куда зарегистрировались 200 атлетов. Лариса Гречихина, Ерзат Зайтхан, Хабар 24. На этом пока все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»